Представьте себе, что сегодня необходимо в Верховной Раде рассмотреть закон об амнистии. Я представляю реакцию значительной части депутатского корпуса, которые скажут, что в результате мы можем получить такую ситуацию, когда нам придется сидеть в одном сессионном зале с Захарченко. Но это правда. Да, но дело в том, что все мировые конфликты подобного рода решались именно таким образом, когда сепаратисты получали равный доступ к властным ресурсам, условно говоря, или равные возможности. И, соответственно, только тогда конфликт выходил на какую-то деэскалацию, режим деэскалации. Возьмите, начиная с 60-х годов и нынешнее время, любую страну, африканско-азиатско-латиноамериканско, когда только правительство находило в себе силы предложить протянуть руку бывшим врагам, только после этого начиналась деэскалация конфликта. Конфликт в Конго в начале 60-х годов абсолютно один в один, до деталей, если проводить параллели, похож на украинский конфликт с Донбассом, там, где провинция Катанга, наиболее промышленно развитая провинция Катанга, вдруг объявила о своей независимости, под активным влиянием со стороны Бельгии, Великобритании и других западных государств, которым не нравилась политика официального Конго. Четыре года длилась война, причем кровопролитнейшая война, до миллиона человек погибших и так далее. В результате, когда не просто подписали мирное соглашение, а даже провели целый ряд мероприятий, в результате которых лидер сепаратистов Чомба стал премьер-министром общей страны, после этого ситуация пошла к деэскалации, и более того, уже в 70-е годы, через 10 лет, Конго в то время уже Заир, государство, которое было названо Заиром, было влиятельнейшим государством африканского континента, фактически краеугольным камнем системы общей безопасности в Африке. Та же ситуация в Кампучии. Красные хмеры воевали до тех пор, пока власти не пошли на перемирие с красными хмерами. Я не говорю уже о нынешнем премьере Хунсене, бывшем красном хмере и так далее. В данной ситуации есть целый ряд моментов, которые говорят о том, что компромисс между элитами в рамках одного государства возможен и необходим. Необходимо говорить не с точки зрения дня сегодняшнего, видя только врага перед собой, а дня завтрашнего, что необходимо делать для того, чтобы найти точки соприкосновения и перемирия, не просто перемирия, а устойчивого мира с теми, кто сегодня заявляет о невозможности находиться в рамках одной страны. Мы сохраняем общую страну или же мы хотим, чтобы этот конфликт, который сегодня развивается на Востоке, развивался далее? И даже если нам удастся его каким-то образом сегодня потушить, чтобы он разгорелся, не дай бог, через лет 5-10 с новой силой.